Здравствуйте, с вами Светлана Хорошавина и сегодня мини урок макияжа по контурированию лица и само название сухой контуринг говорит о том что будет контурирование сухими текстурами для чего контуринг нужен это на самом деле не основная техника макияжа обычно все таки мы пользуемся румянами это как бы вспомогательная фишечка которая помогает сделать что ну во-первых подчеркнуть скулы откорректировать форму лица то что румяна сделают но не так качественно и хорошо как вот непосредственно контурирующими пудрами какие пудры можно использовать ну вот например есть пудра в марикена называется в каталоге марике пудра латте или латте это пудра лица коричневого такого достаточно коричневого цвета для того чтобы опять же был была заложена очень хорошая тень контурирование обычно идет по правилам цветовой правил по правилам цвета темный цвет скрадывает пространство забирает его светлый цвет расширяет пространство поэтому чем темнее текстуры тем больше убирается на лице скрадывается светлые текстуры наоборот расширяют пространство и соответственно эти мы пользуемся в макияже этими текстурами когда нам нужно что-то убрать еще можно контурирование делать например компактными пудрами и здесь можно в каталоге марик это же есть например бежевая один пудра и бежевая 2 пудрочка если вы светленькая светленькая то используйте бежевый 1 если вы подзагревшие кожи лица у вас или например вы в солярии ходите то можно использовать без 2 но опять же лучше всего и классический и классичнее это вот как для контурирования вот это вот пудрочка пудра контуринг латте чем контурировать кисти используем для румян который она не должна быть большая пудровая и не должна быть сильно маленькая для того чтобы была возможность действительно и раз растушевать хорошо и все-таки поставить какие-то четкие может быть более-менее линии наношу на кисточку в принципе также точно как румяна чтобы все абсолютно кончики щетинок были в средстве можно чуть-чуть встряхнуть разочек чтобы самое основное что может упасть не упала ни на одежду не упала ни на нищики и что делают я закладываю буквально тени те которые по сути и так уже есть но смотрите вот скуловая зона где в прод на прошлом уроке показывала как мы наносим румяна да и под скуловой зоной это вот такая вот впадинка чем мы более худенький тем впадинка больше и соответственно когда я сижу вот немножечко падает тень под мою скуловую зону но если я подниму голову подставлю это место свету то день исчезнет и соответственно контурирование для того чтобы эта тень никуда не исчезла даже если я буду крутить головой в светло где-то вместе и так откуда я наношу эту тень наношу ее от козелка от серединке ушка под скулой под углы вот прям линию прорисовывал вот прям вот конкретную такую линию это линия не должна идти как в румянах до серединке лица и близко слишком к центру лица она заканчивается где-то в середине но может чуть-чуть сдвинется ближе к центру лица но к центру далеко не уходит и теперь я тушу эту линию именно по ней самой под скулой и здесь тоже важно как и в румянах обязательно растушевка вот обратите внимание еще до конца не дотушевала но уже если ровненько смотреть прямо уже одна щечка немножечко стала более рельефно уже появилась скуловая зона я как будто бы чуть-чуть в этой зоне похудела это как я говорю как похудеть за одну минуту сильно растушевывать чтобы это было прям на пол лица ни в коем случае не надо здесь еще одно правило возникает все пятна и в этом правиле все пятна должны находиться выше уголка губ то есть вот он у нас уголочек губ и если мы его продлим параллельно полу дальше то есть все пятна должны быть над этой линией не ниже потому что если над этой линии будет лифтинг эффект всех пятен которые у нас здесь румяна и коррекция а если же у на что-нибудь какое-нибудь пятно уйдет вниз то лицо потянет за собой то есть лицо наоборот опустится поэтому здесь очень важно следить за уголочком губ чтобы ни в коем случае растушевочка не опустила этот цвет как еще можно растушевать можно растушевать такими запятыми из-под и соответственно у меня уже на лице нанесена нанесен тональный нанесена пудра и после этого я наношу контуринг и потом наношу уже румяна но можно оставить и так то есть не добавлять ни румяна ничего я знаю что девчонки особенно те которые загорают достаточно такого цвета шоколадного они любят даже оставлять только лишь сделать еще темнее с половую зону корректорами и не накладывать румяна пример если не хочется цветовых именно пятен в этом случае немножко все-таки чуть-чуть заводим уже растушевочка как румяна идет небольшая чуть-чуть заводим на щечку чуть-чуть совсем до растушевочка идет и соответственно таким образом у нас получается коррекция лица без румяна а где еще мы катурировал здесь нужно посмотреть какой и по форме личка в основном вписываемся в овал то есть классика это овал и соответственно если что-то в овал у нас не входит или чего-то не хватает вот это мы корректируем хайлайтерами и корректирующими пудрами а если вы смотрите овал у вас например такой достаточно квадратный лоб да вот такие уголочки есть то можно откорректировать эти уголочки опять же этим корректором просто мягенько по ним проехаться смягчить да вот буквально чуть-чуть по самим углам тоже делайте хорошую растушевку и прям делайте ее почти что волосы да не почти что волосы должно быть ощущение что это ваш цвет что это ваш цвет лица просто эта тень так легла и эта тень позволяет его сделать более овальным если личико у вас достаточно кругленькая то соответственно по всем боковым зонам прям полностью можно затемнить его аккуратненько тоже по волосам то есть по боковой части затемняйте если у вас достаточно высокий лоб это бывает у длинного лица ну и не только то затемняем вот эту зону у корешков соответственно мягко-мягко опять же чуть-чуть набираем или даже остаточками от этой зоны мягко-мягко проходимся по корешкам волос затемняя это место для того чтобы лобик чуть стал меньше дальше челюстные зоны достаточно развернутые уголочки и она кажется даже тяжеловатый соответственно в этом случае мягко-мягко прям ну как будто бы срезаем до срезаем уголочки этим контурингом мягко проходимся по угловой по уголочку этого и все обязательно растушевываем причем берем пудры немного чтобы у нас опять же ощущение испачканного лица не получилось если у нас уже здесь чего-то там провисает уже нет такого ровненького контура начинает свисать брыли до возрастные такие изменения на лице то в этом случае опять же смотрим где у нас овал проходит и срезаем как бы до срезаем вот эти места то есть закладываем искусственную тень для того чтобы они не бросались глаза но будьте аккуратны сюда не накладываем линия она идет как бы на границе между челюстью и опять же личком самим личком вот таким образом и тушуем мягко мягко тушуем если есть второй подбородок вот здесь вот тушевочка идет опять же набираем на кисточку и тушевочка идет как бы из-под ни в коем случае не ставим вот таких пятен потому что тогда здесь будет темное пятно а нам нужно чтобы тень была отсюда шла и она легкими движения легким как бы рассеиванием была потом а на подбородочке поэтому кисточка идет из под и опять же набираем совсем чуть-чуть и почти что не набираем то есть очень легкие движения чтобы здесь не было ощущения что испачкана если но по каким-то причинам вас не не сильно устраивает его тоже можно визуально чуть-чуть уменьшить сузить укоротить ну и так далее даже удлинить но это скорее хайлайтеру следующая наша встреча и так чем я буду это делать какими кистями вообще хочу сказать что обязательно используйте хороший инструмент потому что инструмент дает быстро и во-первых быстро вы сможете сделать и добиться того что вам нужно достичь того результата который вам нужен а если вы только начинаете делать свои первые шаги в макияже пусть даже только для себя не скупитесь на хороший инструмент это очень очень важно итак чем я буду сейчас делать я буду любимой своей кисточкой делать контурирование она видите такая длинненькая благодаря чему и достаточно с одной стороны круга и мягкая одновременно ей удобно как линии прорисовывать так и растушевывать можно конечно еще сделать сделать линии раньше я делала пока кисточки у меня не было вот этой вот кисточкой линии рисовала а потом вот это вот растушевывала соответственно это для теней это для smoky eyes одной кисточкой делать это неудобно какой-то из этих почему потому что это легко линию на проводить но нет совершенно неудобно растушевывать это и хорошо растушевывать но линия может оказаться не такой какая нужна хотя тоже принципе можно попробовать но уже сложнее лучше всего кисть которая у нас каталоге стоит какие для помады и для корректирующих средств и так набираю опять же на кисточку и смотрите где я буду убирать боковые части как я буду убирать боковые части носика у нас есть кость бровная которую мы должны продлить вот здесь во первых уже видите тень и так и так закладывает видите и вот по этой бровной кости я перехожу в носик и вот по ней нужно будет прорисовать линию линию которая будет потом нам затемнять вот это как раз и есть то есть не просто мы абы где нарисовали и затемнили а именно ориентируясь на то как у нас расположен расположен непосредственно наши ну так скажем кости на лице вот таким вот образом обратите внимание я нанесла на носик да вот эту линию и и вот здесь немножечко и мягко мягко закруглила совсем чуть-чуть и теперь растушевочка идет уже сюда вниз вот здесь не должно быть темного вот здесь это свет растушевка идет исключительно по самому крылышку и носику внимательно смотрите здесь тоже не затемняйте сюда глазику близко теме темноту не пускайте потому что здесь нам нет наоборот должен быть свет здесь место хайлайтера и теперь аккуратненько чтобы вот этой жесткой линии не было я растушевываю вот это место чтобы она была у меня не жестким но аккуратно чтобы не ну так скажем не зайти на саму спиночку носика и не сделать линию какой-то кривой она хорошо очень будет смотреться если аккуратненько аккуратненько растушевать и такой же ровной оставить кстати эта техника хороша не только тогда когда нужно носик уменьшить там или с укоротить но и если например есть горбинка тогда эту горбинку тоже легко вот этой вот техникой скрыть вот так и смотрите если бы я вам не сказала что у меня если бы со второй стороны тоже носик был у меня также точно обработан то я думаю что вы бы решили что это у меня просто тень так падает и на самом деле никакого там коррекции носа на самом деле нету а соответственно это то что помогает нам немножко скорректировать наши формы но если они по какой-то причине нас не устраивает как длину носика убрать здесь набираем опять же на кисточку совсем небольшое количество и идем как бы то же самое что здесь то и здесь чуть-чуть из-под носика аккуратненько но опять же сильно не так скажем не пачкаем чтобы не получилось что как будто у нас нос грязный вот вот таким вот образом мы откорректировали я откорректировал одну половиночку лица то есть соответственно убрала все уголочки например которые у меня выходят из овала под откорректировала скуловую зону как раз вот ее можно вообще всем 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 именно так делать и откорректировала носик надеюсь это видео вам было полезно если полезно ставьте лайки и ваши вопросы если они появились пишите в комментариях с вами была Светлана хорошая до новых встреч а